У нас устройство нашей системы, психическое, мозга, оно предполагает то, что мы должны интерпретировать собственные состояния. Ни одно животное не интерпретирует собственных состояний. Ну, то есть вот и ребенок не интерпретирует. Он если плачет, он плачет. Он если смеется, он смеется. Он не занимается тем, как интересно я сейчас посмеялся, как горько я сейчас поплакал. Нет, ну это будет, но надо через три года перейти, рубеж появления я, после этого, значит, все возможно. А до этого он в этом смысле абсолютно, как это сказать, нерефлексивен, не способен осознать, что он посмотрит со стороны то, что он делает. Значит, а мы с вами постоянно отдаем себе отчет про наше состояние. Ты чего расплакался, спрашивали. Вас спрашивали в детстве, если вы расплакались. И вы говорили, ну, мне не дали машинку, или мне там поломали цветочек. Ну вот, ну как бы мы ищем, значит, способы для постоянного объяснения собственных состояний. И собственных эмоциональных каких-то переживаний. Почему ты переживаешь? И нас иногда спрашивают, вот как ты задумался, о чем задумался? Вы-то там как-то внутри же понимаете, что вы не просто были в космосе, да? Ну, то есть вы про что-то там думали. Вы не очень понимаете про что, но вот что-то там было. И то же самое касается вот чувств наших. Значит, нас спрашивают, ну, то есть вот вы можете чувствовать обиду, например, и не понимать, что вы чувствуете обиду. Ну, то есть вы просто, что такое? Вам сделали неприятно, больно, а вы не ожидали, и для вас это предательство, да? Вам обидно. Что с тобой? Вы что-то, я испытываю глубокое чувство обиды в связи с тем, что... Нет, вы повернётесь, скажем, потому что ты козёл, да? Или потому что вообще ты мне больше не дружок, не писан, мы в горшок, да? Значит, у вас есть вот это, но это надо объяснить. И нас все постоянно заставляли объяснять, что мы чувствуем, что мы переживаем. А что такое чувство и переживание? Мы с вами выяснили. Это как бы опоры наших этих базовых потребностей, которые являются фундаментальным. Я не выбирал быть этим центристом, понимаете? Ну, не было такой. Если бы я выбирал, я бы что-нибудь... Ну, нет, наверное. Я не могу выбрать другое, потому что мне только это нравится. Потому что уже же всё сделано. Ставки сделаны, зеркальные нейроны отпущены. Хочешь, не хочешь, получай вашу границу. Вот, значит, да. И мы вот, эти наши глубинные потребности, которые стоят в опорах этих удовольствий, радостей, и вот этих вот вспышек, да. Вот кто-то любит вспышки. Кто-то любит... Я люблю спокойненько, когда. И начинаются вспышки, я думаю, так, вот этот перебор, да. Почему? Потому что мои потребности не предполагают этот вот гуляй рванина. А у кого-то, наоборот, им очень весело. Так что наши чувства, вот эти эмоции, вот эти состояния, которые сигнализируют нам самим, что да, твоя фундаментальная потребность удовлетворяется, значит, они постоянно нами объясняются. То есть мы накладываем разные объяснительные концепты, которые в какой-то момент начинают превалировать. Этот процесс идет долгий, да, если вы посмотрите, просто, конечно, уже сложно вспомнить себя в раннем детстве, там, и так далее. Вам кажется, что вы можете, но поверьте, это все чистая галлюцинация. У нас уже нету тех мозгов, а с тех пор они изменились настолько серьезно, что вы просто, ну, нету никакой опции, в детство вернуться нельзя. Вот, черт, что я знаю, можно, но это будет не твое, и это будет деменция. Вот поэтому, ну, это будет такое детство, нил. Ну, все ждет, кто доживет. Вот, да, значит, поэтому в детстве вернуться нельзя. Но был вот этот период, когда мы еще могли... Детская же вот вовлеченность, их ее ничем не подделаешь. Ну, то есть, вот есть дети, которым вот надо, платьица одела, банты накрутила, штору вышла, понимаете, и Алла Пугачева. Ну, так было в наше время, сейчас не знаю, с кого дети импровизируют. Веру Брежневу, наверное. Да, наверное, почему? Новый, померзенный новый герой. Вот, и этого ребенка, чтобы она, этот же ребенок, организовывал бы другие детей, чтобы они провели программу. Если этот ребенок сам выходит с этой, ну, концертмейстер, она же может быть и концертмейстер, и Алла Пугачева, и еще Филипп Киркор. До полноты. Нет, если несет творчество, то там, ты же понимаешь, невозможно. Вот, да, то есть, вот, и это детское, вы не можете представить, вот этот человек, у него уже вот эта базовая, фундаментальная потребность привлечь внимание, оказаться в эпицентре, перевоплотиться ради впечатлений, ради вот этого, как бы сказать, обратной связи со стороны. Как артисты говорят, зал, вот он зал, там, вот что там зал, не знаю. Я вам уже научился с камерой разговаривать, скоро мне уже аутизм надо ставить, и самого уже отправлять в какую-то клинику. Вы же понимаете, вы там, это, люди же там, они должны мне давать ощущение, ууу, ахтизм, да просто. Мы не можем выступать при полупустом зале? Вы что себе творите? Я, господи, перед какими только залами не выступал. Мне какая разница, пришел один человек, значит, надо, что ему, что ему, не просто так. Вот, да, и, понимаете, вот эти с детства бурлящие в нас, понимаете, кто-то вот все время же и свою риску подвергается, понимаете. Это только вот такая потребность, она противоположная безопасности, потребность вот в таком любопытстве, в что-нибудь новенькое, то, что безопасность, это, пожалуйста, не трогайте меня, чик-чирик, я туда не пойду. Ну, это, пожалуйста, куда вы сами влезли? Счастливо вам! И тут сели в палатке внутри собственного участка под охраной. Вот, да, и вот эти наши детские штуки, они постепенно обрастали чувствами, как мы не могли удовлетворить свою какую-то вот эту базовую потребность. Или наоборот, когда мы ее могли удовлетворить и получали от этого восторг, и жизни, слезы и любовь, как это называется по великому русскому солнцу, русской поэзии. Вот, значит, и дальше это обрастало все вот объяснение. Откуда объяснение? Да, значит, что мы должны понимать? Слушайте, мир устроен, конечно, сложно, но до боли примитивно. В нем есть какая-то глубинная примитивность в этом мире. Она состоит в следующем. Значит, люди заражают друг друга глупостями. Глупость – это не значит плохо. Это значит удобно. Истина? Да, нет, ну просто есть истина. Вот философы, они куда-то там все стремятся к истине. Это основная идея философии, что обнаружить истину. И какие сложные, они пишут книжки, согласитесь. Если кто-то читает философскую литературу, Канта, например, Гегеля, вот я рекомендую, чтобы после этого никогда больше не быть гегельянцем, надо обязательно почитать Гегеля, и после вас, как вам станет дурно, вот после этого вы, наконец, получите прививку от этой диалектики. И вот мыслители, они хотят истину. Люди в массе своей хотят удобное. Понимаете? Вот вы чего хотите в массе? Я хочу удобное. Это все равно, что вот философы, если бы они ходили в какой-нибудь одежде, вот этот вот, такие, вот как Бартеньев, мне кажется, он очень ходит неудобно. Ну, то есть, вот эту надеть всю историю. Люди хотят удобное, чтобы тянулось, все не сжимало. Так же вы хотите, правильно? И вот наш этот мир создает кучу простых объяснений на все случаи жизни. И эти объяснения получили в науке название «Мемы». Автор этого учения Ричард Докинс, он здесь у нас бывал. И вот, очень, это было для меня трогательно, потому что он, конечно, уже пожилой человек, так старенький. А вот такая вот энергия, у него любопытство, в отличие от меня. И он всех колошматит просто. Он же борец. Он борец там вот с тем, что он все считает научным. Ну, там есть наука, а есть, значит, вот все остальное. И вот он, только дай ему повод, дедушка уже. Значит, книгу, которая, цитирую, была опубликована в 74-м году, понимаете? Я родился, когда он опубликовал книгу, понимаете, которая ему сделала имя. Да, мужского сто лет, понимаете, в обед. Ну, это я привычка. Но дай ему возможность, так сказать, пойти в битву. Вот спрашивайте, хочет ли он пойти в битву? Он скажет, нет. Он скажет, я хочу, чтобы все поняли, что вот есть наука, научное знание, а все остальное ерунда. Я не хочу воевать ни с кем, кто, значит, всякую предлагает мистику, там, и этот, как его, духи, там, и так далее. Но только покажи ему человека, который это исповедует, все, зажжется, понимаете. Чувства безопасности нету. Его уже где только, понимаете, за что не, как бы сказать, не отлучили уже от всего, что такого же отлучить. В бой, понимаете, невозможно. Так вот, он автор мемов. Мемы – смысловые единицы культуры. И мы вот громоздим эти мемы и начинаем ими обмениваться. И вот смотрите. Сейчас про материнство буду говорить. Вот смотрите. Хочу и не хочу стать матерью. Это для многих сейчас вопрос серьезный. Потому что сейчас институт семьи изменяется. Времени мало, работа, ну, вообще, в общем, куча всяких разных вещей. Этот вопрос нам тоже задавали. Мы получили много вопросов перед этим эфиром. И среди прочих был вот этот вопрос. Как мне понять, хочу ли я детей, хочу ли я замуж и так далее. Частый вопрос. Значит, вот смотрите. Если я вам покажу вот эти глаза, и он еще запищит и будет делать. Я не хочу, а я... Вот. Вы захотите. Улавливайте. Потом я вам покажу. Я буду адвокат дьявола, буду показывать будущее. Значит, ночи с газоотводными трубками, сон по три часа с перерывами, сцеживание молока, понимаете, маститы, там чертов ступи, там и так далее. Крик детский. Вот такой. И вы скажете, что вы... Что, хотите или не хотите? И дальше вот вопрос. Значит, насколько этот окситоцин для вас важен? Я, поскольку, вот я, знаете, я ребенка воспитываю, тяжко, она вообще не укладывалась, только я мог уложить. Главное, как вы укладываете ребенка, полную уверенность, что он заснет. Все зависит от того, что вы ощущаете. Если вы ощущаете, что он сейчас заснет, если вы не ощущаете, что он сейчас заснет, не укладывайте его. Вы не справитесь, он поймет, что вы... Он должен чувствовать вашу готовность. Это лайфхак для будущих отцов. И материн. Да. И я вот сейчас, я вспоминаю, вообще все в кошмаре. Но вот я так возьму в этот... в шею так... почувствую своего ребенка, и у меня окситоцина, хотя у мужчин немного его, понимаете, столько, что можно потом и то перетерпеть, и это перетерпеть, и это перетерпеть. И что является моим желанием? Вот этот окситоцин, вот эти моменты радости настоящей. Хотя можно... Что случится? Вы усвоите мем, что надо иметь ребенка, если не имеешь ребенка, дефективный. И если вот эта конструкция у вас в голове, и вы заводите ребенка для того, чтобы соответствовать некому стандарту, чтобы не быть дефективными, но при этом у вас условного окситоцина... Я сейчас все упрощаю, вы понимаете, но вот этого неспособность пережить радость отцовства, материнства и так далее, это, конечно, будет не мое желание. Лавлю ведь. Есть люди, которые рождены быть родителями. Ну, правда. Вот я знаю, они могут быть не идеальны родители, но им это просто... Это их драйв внутренний. Понимаете? И вот важно понимать, что вот мы своими этими объяснениями, вот этими мемами, этими культурными установками способны такой навести беспорядок в очень в целом понятной и простой штуке, связанной с нашими важными внутренними потребностями, которые мы должны научиться в себе различать. И мы должны научиться расправлять вот эту... Знаете, кора, она скомканная. Это сделано для того, чтобы больше площадь была коры, больше, может, было кортикальных колонок установить там и так далее. Но есть в этом метафорический смысл. Она скомканная. Я вам не буду показывать сопливые. Здесь вот тоже скомканная. Значит, вот скомканная, понимаете, вот она вот такая. Там столько билиберды. Почему? Потому что вот мы все попытались объяснить, создали в результате в голове просто батальоны, батальоны. Давай, как гречит, командир, как песня. Вперед, батальоны, вперед. Это кто? Расторгуев? Нет? Вперед, батальоны. Огонь. Огонь, батальоны. Да, вот батареи, батальоны. У нас в башке вот этого всего. Потому что мы все время объясняли вещи, которые, ну, как бы, не нуждаются на самом объяснении. Мое желание о ком-то заботиться не нуждается в объяснении. Мое желание кого-то нянчить не нуждается. Мое желание в любопытстве не нуждается. Понимаете? Мое желание в иске не нуждается. Но надо обнаружить его в себе а для этого нужно расправить скомканную коробу в которой вся эта галиматья значит в виде ценности установок и так далее я к ним хорошо отношусь целом я же не против если вам удобно да а мы помним что мемы объяснение создаются для удобства если вам удобно огонь пользуйтесь но если вот возникает это ощущение что вы потеряли желание дамы и господа вы не можете потерять желание вы до тех пор пока это варит этот котелок вот желание вас есть если вы чувствуете себя несчастными они просто заблудились в структуре объяснений и нам надо проявить как бы сказать вот эту дотошность это такую внутреннюю пунктуальность да вот эти объяснение запах лопатой все завалили наши желания там несчастники слабенькие с акситотинчиком с эндорфинчиком дофаминчиком мы все завалили этим и теперь надо вот изящно быть все равно все не поменяете но лазочки найти в этом всем понимая как это все формируется то что это на самом деле же все если мы знаем как формируется можно как расформировать я все время вы понимаете как формируется невроз вы можете выйти из невроза понимаете и до тех пор пока вы не понимаете как него вы залетели путь обратно так сказать обреченная долгое путешествие и собственно говоря наша задача когда мы изучаем законы мозга зачем это за через мозг мне сложно объяснить вот но вот задумайтесь это нужно потому что если вы понимаете как он вот делает что-то вы можете или помочь ему это сделать да или помочь ему это не делать вот и нету других инструментов но все ждут к что придет скажет все интересно можно буквально два-три простых правила чтобы жизнь наладилась вам никогда так никто такой не говорил мне часто говорят я в этом я чувствую но все снимай коньки и вешай на дверь вот ты не состоялась как специалисты у тебя нету двух-трех простых правил для того чтобы на все случаи жизни сделать людей счастливыми ну да если вы где-то найдете такого человека с двумя-три правилами бегите вот все непросто но если вы знаете как это все устроено работает шанс есть